Дорогие владыки, братья, сестры, каждый путь занимается своим делом. Храня вас всех Господь. Благовещенский собор Казанского Кремля. Именно отсюда начинается новая страница в истории Татарстанской митрополии во главе с новым владыкой Кириллом. Это его первый молебен. На богослужении сегодня немноголюдно. Из-за пандемии специально на молебен, как это бывало раньше, никого не приглашали. В стенах собора в основном священнослужители и немного прихожан. Для меня было это очень важно. Я пришла специально в собор, чтобы познакомиться с митрополитом Кириллом, который прибыл в Казань из Екатеринбурга. Очень не хочу с ним познакомиться и взять благословение. Поучаствовать в первой службе, которую в Казани провел новый владыка, мог любой желающий. Двери Благовещенского собора были открыты для всех. Сам молебен длился около получаса. Сразу после окончания молебна митрополиты Кирилла окружили журналисты. Вопросов много. И главное, с какими помыслами он приступает к работе в это непростое время. Войти в жизнь, никому не навредить, ничего не помешать. Ну и как бы вот так органично, чтобы жизнь как шла своим добрым чередом, так и продолжала жить. Чтобы мы нашли понимание друг с другом со всеми. С духовенством, с народом, с братьями-мусульманами, безусловно, с руководством республики. Уроженец Пермского края, выпускник Московской духовной семинарии. До недавнего времени 59-летний митрополит Кирилл руководил Екатеринбургской епархией. И именно он в свое время посадил за один стол сторонников и противников строительства храма святой Екатерины. Поэтому его называют человеком мира. Как признался сегодня митрополит, в Казани и в Татарстане он впервые. А с его предшественником, покойным феофаном, они были хорошо знакомы. С любовью вспоминаю и такое, вы знаете, каким-то таким огорчением, что так рано ушел в этой жизни владыка феофан, которого мы все любили, которому тянулась душа, он всегда был живой, непосредственный, очень мудрый, очень деятельный человек. Мы с ним пересекались на Урале служа, потому что были соседями по епархиям. Сразу после службы митрополит Кирилл отправился к воссозданному собору Казанской иконы Божьей Матери и провел заупокойную у могилы феофана. В свое время именно владыка феофан способствовал и лично курировал строительство нового собора. Как сегодня признался митрополит Кирилл, завершить все работы для него теперь задача номер один. Юлия Гоглева, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705100.